Ну, а негласно координировать деятельность этих шпионов и, собственно говоря, давать, возможно, им какие-то задания посол может? Нет, посол не координирует, не дает никаких заданий, посол прикрывает этих шпионов, это все. Посол занимается своей работой посла, то есть он представляет главу государства, то есть президента Российской Федерации в Ватикане и содействует развитию многоуровневых и многогранных отношений между Российской Федерацией и Ватиканом. Ничего больше посол не делает, потому что каждый из руководителей спецслужб внутри, то есть представитель, то есть резидент СВР, резидент ГРУ и резидент ФСБ, они каждый по своей линии занимаются координированием своей собственной деятельности. Кстати, они мало информируют посла о том, что они делают. Перейдем к расследованию инсайдера, который утверждает, интересное тут расследование провел по поводу главы СВР Нарышкина. Оказывается, человек, который отрицает все западное, обвиняет Запад в расплодившихся развращениях, успешно через свою семью торгует крупами с тем же Западом, обходя санкции. Я думаю, вы видели это расследование, вот как можете прокомментировать? Да, это чрезвычайно интересная вещь, потому что она просто поймала Нарышкина на вранье, о чем всем известно на самом деле, потому что это человек, который на самом деле преклоняется перед Западом, ему очень нравится Запад. Он работал, кстати, в Бельгии, у него в этом смысле состоялась гораздо лучше карьера шпиона, чем у Путина, потому что его-то по-настоящему послали все-таки в Бельгию. Он работал, кстати, в посольстве Российской Федерации, в Бельгийском королевстве. А что значит по-настоящему лучше карьера шпиона, чем у Путина? Интересное, кстати, уточнение. Ну, у Путина, потому что карьера шпионская не состоялась. Когда он приехал учиться в Краснодарный институт в 1984 году, через год его оттуда выперли под зад ногой, извините за выражение, и вернули обратно в Ленинград и сказали, что ты нам во внешней разведке не нужен. Его не взяли на работу в Ясенево, то есть в штаб-квартиру первого главного управления, то есть внешней разведки. А Нарышкин там работал, когда закончил двуходичный факультет Краснознаменного института. Вот, и поэтому у Путина не состоялась карьера, его выперли сначала в Ленинград, а потом послали в постоянное представительство КГБ при штазе в ГДР. То есть это не разведкой он занимался, а он занимался, ну, скажем так, обеспечением деятельности специальных органов, специальных служб Советского Союза на территории Германской Демократической Республики, то есть братского государства. Там никакой разведки нету. Вот, или она только технические функции, потому что там вербовать никого не дают. Вот, если хочешь вербовать, надо было ехать в Бонн, а не в Дрезден. Вот, а у Нарышкина в этом смысле карьера состоялась, и он, на самом деле, он очень был рад, и он очень считал себя таким успешным шпионом. Вот, другое дело, что никогда не нужно воспринимать заявления ни Путина, ни Нарышкина, ни кого-либо из этих людей, в том числе пропагандистов какой-нибудь там Захаровой, Симонян, Соловьева, Скамейкиной, да, в которой они ругают Запад за чистую монету, потому что все их дети учатся на Западе или учились на Западе, все их жены живут на Западе или жили на Западе, у них есть недвижимость на Западе, у них есть там у их детей, у их, как называется, вот я плохо разбираюсь, откровенно говоря, в этих родственных связях, там муж дочки, там муж или там жена сына, вот они, у многих есть вида на жительство, у многих есть даже гражданство иностранных государств, и в этом смысле они абсолютно все западники, они преклоняются перед Западом, у них у всех на столе стоят последние западные компьютеры, у них у всех есть последние западные телефоны, они все носят последние западные часы, у них все жены ездят, совершают покупки в западные страны, жена Нарышкина, кстати, в прошлом году ездила, ее заметили в Париже и в Марселе на машине посольства Российской Федерации во Франции, где она делала шоппинг в бутиках парижских, они все обожают это все дело на самом деле, это никакую риторику не надо воспринимать это за какие-то убеждения, у них абсолютно нет никаких убеждений, и поэтому вот это расследование доказало, что у Нарышкина убеждение есть бабло, так же, как и у Путина, и это бабло они зарабатывают там, где его можно эффективно заработать, причем они предпочитают зарабатывать не индийские рупии, и не китайские юани, и не тугрики какие-нибудь монгольские, они предпочитают зарабатывать твердую валюту, евро, доллары, хранить их, кстати, в западных банках, не возвращать их в Российскую Федерацию, покупать на них потом и недвижимость, точно так же, как у Путина жена обладает недвижимостью, в Ярице во французском, да, и там говорят даже две виллы, вот, у Путина есть еще какие-то кошельки, которые хранятся в западных странах, в Швейцарии, в Лихтенштейне, в Монако, там, я не знаю, в Лондоне, во всяких налоговых райах, где их никто не может контролировать, так что в этом смысле Нарышкин просто, и это замечательный проект этого, замечательное расследование, что доказано, что Нарышкин является просто человеком, во-первых, лагуном, откровенным совершенно, потому что все его рассказки про страшный запад, это все для дураков, которые смотрят эти вещи по телевизору, а на самом деле он зарабатывает абсолютно на этом западе, и если бы у него был выбор, то на пенсию он обязательно уехал бы куда-нибудь там в Германию, в Бельгию или во Францию, или в Штаты, или в Англию, или еще что-нибудь. И Путин, кстати, то же самое, Путин мечтал уехать куда-нибудь там в Германию, просто другое дело, что он, когда сел в Кремль, он ведь не хотел оставаться долго, потому что это тоже можно найти в интернете, где он говорил, что там два срока максимум, потому что вообще это очень огромный срок, и потом дальше я буду заниматься своей нормальной жизнью, и он хотел уехать куда-нибудь там, стать бюргером каким-нибудь там в Мюнкене, купить себе какое-нибудь там шале где-нибудь там в Тироле, или на австрийских курортах, или на немецких курортах, или на итальянских курортах, или на швейцарских, французских курортах в горах, кататься там на лыжах, пить там замечательное пиво немецкое, баварское какое-нибудь там, или чешское, вот, и все. Но он увлекся наркотиком, который называется власть, власть и бабло, и с тех пор не может от этой кормушки отойти. И то же самое на Рыжке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова